о новых возможностях в Solitage 2020 версии. Но вначале я расскажу о предыстории. Программа Solitage появилась в 1995 году, то есть в этом году получается, что будет юбилей 25 лет. Первые версии были основаны на параметрическом моделировании, как и все остальные системы, которые тогда вышли. То есть конструктор строил модель, параллельно строилось дерево построения. Но в таком методе там были преимущества, но и были недостатки. То есть если модель у нас была какая-то сложная, с большим деревом построения, приходилось продумывать все этапы построения. И далее, чтобы внести изменения в такую модель, то возникали проблемы. То есть нужно было найти нужный элемент, какой-то эскиз, параметр, изменить его. И тут случалось, что модель могла разрушиться полностью. Например, если у нас какой-то элемент, он был где-то в начале дерево построения. То есть это были версии Solitage с первой по 20-й. И далее следующее поколение было на основе синхронной технологии. То есть синхронная технология – это разработка компании Siemens. Здесь у нас все параметры наших объектов, они переходили из дерево построения в саму модель. И можно было напрямую выбирать какой-то элемент, менять его размер, параметр. И модель у нас перестраивается. То есть обходился вот этот недостаток традиционного построения, которое основано на дереве. То есть тут не нужно было искать вот этот какой-то элемент для его изменения. А мы конкретно изменяли тот элемент, который нам требуется. Здесь в видеоролике видно, что мы практически за несколько действий полностью изменили форму вот этой нашей опоры. То есть была то, что на левом рисунке показана такая опора, и изменилась она с помощью синхронной технологии в совершенно другую. То есть это у нас следующее поколение Solitage. И далее сейчас существующее третье поколение. Оно основано уже на цифром преобразовании. То есть у нас сохраняются все те преимущества, которые были. То есть у нас осталась и традиционная технология построения, основанная на истории. То есть обычное моделирование. Есть и синхронная технология. Получается, что в нашем продукте содержится уже как бы два продукта. Два способа построения. И появился еще такой третий способ элемент. То есть мы сейчас в Solitage можем обрабатывать фасетные модели. Это называется уже объединенное моделирование. То есть мы можем комбинировать твердотельное тело, фасетное тело, выполнять их модификацию, ну и получать какое-то объединенное тело. И вот в третьем поколении Solitage уже вырос и разделился на модули. У нас есть модуль механического проектирования, где у нас присутствует конкретно сам моделировщик. Далее с покупкой компании Mentor Graphics у нас появились возможности для электрического проектирования. То есть у нас появилась возможность разрабатывать электрические схемы, соединять, протягивать кабели и жгуты. И также еще разрабатывать принципиальные схемы. Также у нас добавился модуль расчетов. То есть он постоянно усовершенствуется. Там можно выполнять статические, динамические расчеты, расчеты течения жидкости и газов. Есть далее модуль подготовки производства, там где мы можем создавать управляющие программы для станков с ЧПУ. Потом есть набор приложений для создания технической документации, где мы можем создавать различные интерактивные электронные инструкции. Потом есть у нас модули управления данными, где мы можем взаимодействовать с PDM-PLM системой компании Siemens, это Teamcenter. И также есть еще встроенное управление данными. И появился портал Solitage, где мы можем удаленно хранить наши модели и обмениваться с коллегами с ними. И вот как быстро развивается Solitage. То есть вот каким был он два года назад, например, версия 10. То есть у нас для механического проектирования Solitage разделялся на модули Premium, Classic, Foundation, Design & Drafting. То есть это модули с добавленным функционалом. То есть, например, в Design & Drafting можно создавать какие-то простые детали сборки. Ну и в высшей версии Premium у нас уже присутствует расчетный модуль и дополнительные библиотеки. Также хотел сказать, что есть Solitage 2D Drafting. Это, по сути, бесплатная версия Solitage. То есть если запустить Solitage без лицензии, то он будет работать как просмотрщик всех файлов и как двухмерный графический редактор, где можно создавать двухмерные чертежи и сохранять их. Дальше у нас был модуль расчетов, статических расчетов. Был модуль Flow EFD, это расчеты течения жидкостей и газов. Далее модули подготовки производства. Это CamExpress, то есть это, по сути, тот же NX Cam, только предлагаемый по более низкой цене со скидкой. Далее модули технической документации, где можно создавать различные интерактивные инструкции. Ну и управление данными и различные приложения. И Solitage сейчас, через два года, то есть вот за два года здесь добавились модули, например, в механическом проектировании добавился модуль Model Based Definition, то есть это создание моделей с помощью бесчертежной технологии, где мы можем прямо внутри деталей, внутри сборок создавать различные размеры, требования, ну и хранить все данные внутри трехмерной нашей модели, без создания чертежей. И также можем создавать с помощью модуля технической документации различные интерактивные инструкции. Туда будут переданы наши трехмерные модели и сборки. И можно как бы там посмотреть, допустим, разнесенную сборку, как-то покрутить наши детали. Далее у нас расширился модуль проектирования электрических систем, то есть там появилась возможность создавать, проектировать печатные платы. В расчетном модуле у нас добавился кинематический анализ, и расчетный модуль разделился на две части, Simulation Standard и Simulation Advanced. То есть вот как раз в Advanced входит кинематический анализ, то есть анализ движения. Ну и модуль расчета течения жидкости газов, он переименовался в SimCenter Flow EFD. Далее подготовка производства. Тут также произошло переименование, добавление функционала. Сейчас он называется Solitage Cam Pro. Еще раз повторюсь, то есть это тот же самый NX Cam, практически с тем же функционалом, только продаваемый со скидкой в комплекте Solitage. И также еще появился Solitage 2D Nesting. Это расчет раскроя листового металла, где можно, допустим, на лист выложить несколько деталей разных конфигураций, и программа создаст оптимальный раскрой вот такого листа. Ну и также еще появилась совместная работа в облаке. То есть там можно хранить наши данные, обмениваться данными. И еще множество различных функций. То есть Solitage, он с каждым годом наращивает свой функционал. И рассмотрим, что сейчас представляет из себя механическое проектирование Solitage. То есть это традиционное моделирование деталей, создание сборок, создание чертежей. Отдельно есть модуль работы с листовым металлом. То есть для него выделен набор команд. И это отдельный тип файла. Также можно и переключаться между листовым металлом и обычным моделированием. Есть возможности работы с большими сборками. То есть есть функционал для того, чтобы у нас была высокая производительность для работы с большими сборками. Есть модуль фотореалистичного изображения. Модули анализа прочности, инженерного анализа и так далее. Далее, кроме этого, у нас есть отдельные библиотеки. Например, машиностроительные библиотеки стандартных деталей и трубопроводов. Также в Solitage постоянно наращивается функционал импорта данных из других систем. И сейчас, например, доступен импорт из, например, SolidWorks, Inventor, Pro Engineer. Из инженера импорт не только трехмерных сборок деталей и сборок, но и также еще импорт чертежей. То есть вот эта библиотека импорта, то есть она конвертирует как бы не только сами твердые тела, но и конвертирует чертежи в формацию Letage. Причем конвертирует так, что в чертеже создаются виды, ассоциативно связанные с трехмерными моделями. То есть вот в этом всегда была проблема при переходе из одной CAD-системы в другую. Сейчас эта проблема решается. После импорта данных у нас получается пакет из деталей сборок и чертежей, которые требуют доработки небольшой, потому что, например, не все обозначения в нужные места становятся, то есть их требуется куда-то немножко переместить. А ассоциативная связь сохраняется. Далее, ну, Solite Edge работает на геометрическом ядре Parasolid, то есть это ядро принадлежит компании Siemens, и другие CAD-системы его лицензируют, то есть покупают право на разработку под это ядро. То есть Siemens, получается, собственник этого ядра. И, значит, в ядре Parasolid лицензируется только модуль обычного моделирования, то есть который основан на дереве построения, а синхронная технология, она не продается другим компаниям. То есть она используется только в приложениях, которые принадлежат компании Siemens, это Solite Edge и NX. Ну, и также доступны различные обучающие материалы, справки, уроки. Еще немного хотел рассказать о синхронной технологии. То есть синхронная технология, она объединяет все лучшее, что есть в моделировании, основанном на истории построения и в прямом моделировании. То есть в синхронной технологии у нас система распознает конструктивные элементы, которые построены. То есть если это, например, отверстие, то распознается диаметр отверстия, ну и можно как бы на лету сразу изменять эти параметры. Но это простейшие конструктивные элементы. Также система распознает замысел конструктора, то есть распознает связи вот этих наших конструктивных элементов с такими же соседними конструктивными элементами в модели. То есть, например, если мы выбираем какое-то скругление, то автоматически распознаются такие же скругления с таким же радиусом, и можно, например, менять сразу несколько их. Можно отказаться от таких изменений. Если мы, допустим, перемещаем какое-то отверстие, то у нас автоматически распознается, например, соосность с какими-то скруглениями, с какими-то конструктивными элементами, где возможна соосность. Например, если есть симметрия каких-то элементов, распознается симметрия. И конструктор не просто меняет один конструктивный элемент, а меняет сразу же комплекс. Несколько элементов. И причем это работает не только в детали, но и в сборках. То есть мы на уровне сборок можем менять группы наших конструктивных элементов. И также мы можем легко переключаться из одной среды в другую. То есть если мы нажмем в экране Solitage на правую клавишу мыши, то есть у нас там есть команда перейти в обычную среду или в синхронную среду. И далее расскажу, что из себя представляет модуль листового металла. То есть здесь мы можем... Есть у нас все возможности, которые есть при создании обычных деталей, твердотельных деталей. То есть есть у нас возможность проектирования сверху вниз, снизу вверх. Мы можем создавать различные гибы. Гибы, например, по линии, подсечки. Можно создавать конструктивные элементы, типа жалюзи, какие-то формованные элементы. То есть они создаются за одну команду. Также у нас есть... И мы можем работать как в обычной технологии, основанной на истории построения, и также и в синхронной технологии. То есть все команды доступны в обеих средах. Также у нас есть возможность создания разверток точных каких-то элементов. И есть возможность создавать развертки формованных элементов. Вот здесь вот сейчас работают два видеоролика, и на верхнем видеоролике как раз показывается, что происходит развертка формованного элемента. То есть там выбирается какая-то степень точности, с которой у нас будет происходить расчет. Выполняется расчет развертки. То есть вот эта поверхность разбивается на сетку конечных элементов, и потом формируется поверхность развертки. То есть в других системах... Другие системы, которые выполняют расчет разверток, у них порядок стоимости намного более высокий. То есть Solitech позволяет с какой-то степенью приближения создавать развертки формованных деталей. Также есть возможность создавать развертки импортированных деталей. То есть можно открыть деталь из любой CAD-системы. То есть это получится импортированная деталь. Ее преобразовать в листовую деталь Solitech. Произойдет распознавание толщины, сгибов. И далее можно получить развертку такой детали. И также мы можем передавать данные на гибочный станок через формат DXF. 2020-й версии. Здесь у нас была команда Flanis по сечениям. То есть она позволяла создавать листовую деталь, построенную из двух сечений. Из двух различных сечений. И в этой команде у нас были параметры. Мы могли выполнить разгрузку сгиба. И еще была опция способ гибки. То есть мы могли разбить наш сложный сгиб на несколько сгибов. Значит здесь в результате вот этой операции у нас происходила триангуляция вот этой поверхности. И сгиб разбивался на несколько частей. И на нашей детали появлялись вот такие дополнительные линии сгиба. То есть они присутствовали только на самой модели. Ну и еще также можно было их... То есть вот эти линии передать в DXF файл на Останок для гибки. То есть это называется индексные метки. Ну и в опциях, вот тут как раз видно, можно было задавать длину индексной метки. И в DXF файле, как бы по... в развертке детали появлялись вот эти индексные метки для создания вот таких нескольких сгибов. Также в старой версии у нас в таблице сгибов отображались только два сгиба. Ну не два, а имеется в виду основные сгибы без дополнительных. Ну и дальше по улучшениям. Значит, в 20-й версии произошло улучшение технологичности. То есть у нас деталь разбивается на какие-то плоские переходные области. И значит, у нас здесь усовершенствовался алгоритм обработки вот этих переходных областей. И это сейчас работает более быстро и получается более ровно и технологичные результаты. И появились дополнительные ручные способы изменения вот этой переходной области. Ну и здесь вот показаны примеры деталей, которые проще стало строить. То есть вот какие-то сгибы с большим радиусом, с вот такой большой переходной областью. Далее вот в параметрах метода гибки у нас расширились опции. Раньше мы могли только здесь назначать количество подсгибов. У нас была одна опция. Сейчас появились опции. Значит, мы можем задавать максимальную высоту по хорде. Ну, вот здесь на слайде показано. То есть мы можем задавать длину сегмента, высоту по хорде и максимальный угол сегмента. Вживую это выглядит вот так. То есть мы здесь у меня показан пример. Есть два сечения. То есть я выбираю первое, второе сечение, направление и далее в параметрах фланца значит, у меня вот появились вот такие опции. То есть я могу задать число подсгибов, ну, как в предыдущих версиях, задать максимальную высоту по хорде и другие параметры. и при изменении у меня будет меняться вот эта сама форма вот этой переходной области. В таком режиме здесь получается на детали созданы вот такие линии подсгибов. Ну, вообще зачем это нужно? То есть сложно часто построить какую-то вот такую большую оправку для создания большого такого сгиба. И вот такие сгибы создают на универсальных листогибах с помощью как бы нескольких сгибов. То есть разбивают вот такой большой сгиб на несколько частей и гнут по частям. То есть сначала один, второй, третий и так далее. и значит ножи для гиба допустим они имеют различную конфигурацию, размер и здесь вот как раз мы можем настроить вот эти сгибы под оборудование. То есть допустим задать какой-то максимальный угол сегмента. Дальше следующий параметр в треангуляции. То есть мы можем включить, чтобы у нас отображались именно реальные сгибы. То есть в первом случае у нас на детали создаются просто линии, а вот в этом случае у нас создаются реальные сгибы на самой детали. И мы можем посмотреть, как деталь будет выглядеть именно после в процессе конкретного изготовления. Здесь параметры точно такие же. Можем задать число сегментов, максимальную высоту по хорде, длину сегмента и угол сегмента. В детали, если мы выбираем такой способ, то вот если приблизить деталь, видно, что у нас здесь, в этом месте получилось несколько реальных сгибов. и мы можем оценить, какая форма нашей детали получится в процессе изготовления. То есть, если я задал пять сгибов, то вот эти именно пять сгибов и построились. далее, следующий параметр. Значит, вот в этой опции сгибы вот эти самые система добавляет сгибы как бы по мере необходимости, чтобы предотвратить скручивание пластин. Ну, вот здесь на левом примере показано, что у нас значит, вот эти линии сгибов идут параллельно. То есть, здесь в этой детали у нас одинаковые радиусы вот этой цилиндрической части. То есть, и дуги имеют одинаковый угол сгиба. И поэтому у нас здесь система не генерирует дополнительные подсгибы. А на правой детали у нас разные углы и система дополнительно еще сгенерировала вот такие изгибы. Вживую на детали как это выглядит. То есть, если мы, например, посмотрим вот эту деталь, вот у нас здесь угол 75 градусов, угол вот этой части. и если выберем вторую дугу у нас тоже здесь 75 градусов. То есть, поэтому система у нас здесь не генерирует дополнительные подсгибы. а вот в такой детали у нас здесь разные размеры. например, 71 градус и вот в этой части у нас те же 75. Но тут что-то допустим, если мы в нашей детали поменяем угол на какой-то другой, у нас не будет равна углов, то у нас система автоматически сгенерирует дополнительные подсгибы, чтобы не было скручивания деталей. Далее у нас есть еще один дополнительный параметр в соответствии вершин. То есть, я далее покажу, где он включается. то есть пользователь может задать дополнительные образующие для соответствия вершин и система сгенерирует дополнительные сгибы. но точки, которые определит пользователь, они будут перемещены в ближайшую триангулированную вершину. и это если посмотреть на слайды, на рисунки, то есть, была у нас допустим, такая деталь с такими подсгибами. Далее мы добавили еще такой дополнительный сегмент в середину дуги и система сгенерировала у нас дополнительные сгибы, но как бы по своему алгоритму. И здесь, если посчитать, то слева у нас получилось три сегмента, справа четыре сегмента. То есть, это значит по формулам реангуляции система сгенерировала так, чтобы эту деталь можно было впоследствии развернуть и изготовить. фланц по сечению есть у нас дополнительная кнопка. То есть, здесь мы можем добавить дополнительные вершины. Вершины добавляются с помощью кнопки добавить или можно это сделать по правой клавиши мыши. вживую, как это выглядит на примере. Здесь запускаем команду, выбираем наши эскизы. Но и вот если не настраивать у нас программа нам выдает, что невозможно создать такой фланец. Попробуйте изменить радиус гиба, толщину или другие параметры. Это кстати тоже новшество, которое появилось в 2020 версии. То есть, вот такие развернутые сообщения, где пользователю предлагается выбрать какой-то из параметров для изменения. значит здесь мы включаем например триангуляцию и система у нас автоматически вот какую-то такую конструкцию создает. То есть, тут получается такое количество комбинаций, что система все их автоматически не может предложить, а предлагает какую-то одно из случайных. Ну и дальше мы можем вручную задать соответствие вершин с помощью соответствующей команды. Здесь мы можем добавить дополнительную образующую, нажав кнопку и указав например две точки или нажать на правую клавишу мыши и также указать две точки. То есть, правая клавиша мыши аналогично кнопке добавить. И вот после добавления таких образующих у нас происходит перестроение и получается деталь уже та, которая примерно нам нужна, то есть, которую можно изготовить. Система разбила нашу листовую деталь на несколько таких подсгибов. здесь показано то, что я говорил, то есть добавлять можно с помощью кнопки добавить, с помощью правой клавиши мыши, также можно удалить набор соответствия вершин, которые нам стали не нужны. Ну и здесь есть также например, небольшое ограничение, что нельзя добавлять самопересекающиеся вершины, образующие. и порядок, в котором мы добавляем вершины, он не важен. Далее в команде фланец по сечениям у нас появилась еще авторазгрузка. то есть там, у нас сходятся несколько сгибов, мы можем разгрузить эти участки, чтобы при изготовлении там не было разрыва металла. у нас есть варианты линейная разгрузка, сферическая и также еще обрезать концевые пластины. Ну и то, что уже было то, что я показывал, у нас появились развернутые сообщения об ошибках, где предлагается метод исправления ошибки. также из небольших улучшений у нас появился увеличенный маркер, то есть это работает и также в других командах. Если у нас сгибы математически не могут быть рассчитаны, то в навигаторе у нас появляется соответствующий значок и сообщение, то есть что развертка будет посчитана как-то приблизительно и точность элемента не гарантируется. Далее улучшения у нас произошли улучшения в таблице сгибов. Ранее у нас в таблице сгибов отображались только основные сгибы, сейчас у нас отображаются все подсгибы, которые у нас сформированы. появилась опция отображения этих дополнительных подсгибов. И также можно вот эти сгибы у нас нумеруются и можно изменять нумерацию этих сгибов, то есть переносить их по списку куда-то выше или ниже. вот у нас допустим пример детали таблица сгибов у нас находится в меню сервис помощники таблица сгибов значит вот у нас сейчас отображаются все подсгибы а чтобы они отобразились у нас появилась такая опция включить линии сгибов фланца посечения то есть если опция отключена то отображаются только основные сгибы если включена то отображаются все и также мы можем например менять порядок этих сгибов то есть мы можем вот например седьмой сгиб переместить вверх и у нас изменится вся нумерация то есть седьмой стал первым и от него от этого сгиба идет отсчет всех остальных и также изменилась и таблица сгибов и в чертеже также в чертеже отображаются все наши подсгибы нумеруются и выводится чертеж углы сгиба то есть стало более удобно отдавать в изготовление такие детали далее так как у нас появились вот эти новые команды то при обновлении старых деталей solitage у нас выдает вот такое сообщение что команда в плане с посещением была улучшена и требуется обновить перестроить нашу деталь если этого не сделать то обновленный элемент будет работать по старому то есть необновленные элементы будут работать с интерфейсом старой версии как в старых командах было и значит еще одно новшество у нас появилась новая команда это разгрузка выпучивания сгиба вот так она называется смысл ее что при сгибе больших деталей у нас вместе сгиба происходит смятие растяжение металла это вот видно на верхних двух картинках то есть там где у нас идет внутренняя часть сгиба там у нас идет сжатие металла и металл у нас как бы выпучивается в реальность то есть он так как там происходит сжатие он происходит выпучивание и нам это часто например не нужно в готовых деталях в кат-системе эти выпучивания они не отображаются потому что геометрически по математическим формулам все правильно строится а вот в реальности нам требуется убрать это выпучивание то есть разгрузить такой изгиб и у нас появилась дополнительная команда которая находит такие места и добавляет туда разгрузку то есть в развертке это будет выглядеть как какой-то паз со скруглением или какой-то другой формы при запуске команды у нас появляется окно параметров где можно выбрать один из трех типов то есть V-образный O-образный или круглый и задать размеры вот такой разгрузки технически разгрузка будет создана в плоском состоянии а потом деталь будет обратно согнута и на развертке у нас получатся вот эти ровные формы то есть при вырубке такой детали из листа там будет вырубаться по ровному краю например вот круглая форма то есть пансон будет круглой формы ну что то есть технологично не будет какой-то кривой поверхности края детали и вот эта команда работает в обычной среде то есть если мы работаем синхронной среде то нужно переключиться в обычную и добавить такую разгрузку в то есть как выглядит круглая форма v-образная v-образная здесь на картинках видно как в согнутом состоянии и как на развертке выглядит эта разгрузка то есть получается простые формы которые просто изготовить команда при запуске мы можем выбрать курсором вот какие-то места где нам необходимо добавить вот такие разгрузки какие-то ошибочные места будут помещаться сообщениями об ошибках и в строке подсказки у нас есть также сообщение что можно нажать на клавиатуре значит с клавишу чтобы выбрать все похожие изгибы или клавишу а чтобы выбрать все подходящие команда это находится вот в таком выпадающем списке команд там где у нас сгиб линии значит вот это команда разгрузка выпучивания сгиба здесь мы можем выбрать тип задать размеры ну и дальше выбирать или выбирая вот таким образом прямо в модели или допустим наведя на деталь нажав клавишу а у нас будет будут выбраны все возможные вот такие элементы и добавлено в них разгрузки чуть побольше размер ставлю дает не н в 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 Ну вот, в таком виде получается разгрузка. Изменений немного в листовой детали, но они, в принципе, существенны. Они намного облегчают работу для построения. На этом все. Вы можете задавать вопросы. Вопросы, по-моему, можно задавать в чате. 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 Продолжение следует...